Гороскоп составлять только очень надежного, возвышенного человека. Гороскоп означает милость, мои хорошие. Только милость и больше ничего. Если вам в гороскопе грузят вас постоянно, то есть это плохо, это плохо, это все плохо, все. Это не гороскоп. Значит, человек сам больной, просто ему трудно смириться, что у кого-то лучше в жизни. Это не гороскоп. Гороскоп означает милость. У меня был такой астролог, он события называет, вот так оно должно у тебя решиться, я буду молить, молиться за тебя. Вот это событие так решится в своей жизни. Это милость означает. Гороскоп это милость. Гороскоп нужен для победы над судьбой. Знать судьбу без победы это проклятие. Знать судьбу с победой это милость. Поэтому не надо просто знать судьбу. Есть два способа знать судьбу. Или знать от плохого человека проклятие, или знать от хорошего человека милость. Другим способом я просто не хочу знать эту судьбу, потому что это еще хуже, чем ее не знать. Бог подскажет нужный момент, когда надо действовать и что делать. И нужно бояться, что все произойдет неожиданно. Есть подсказка для всех и на все. Итак, кризис означает признаки стресса. Первый этап. Дальше шок. Развитие стресса. Если вы уже сдали экзамен, смотрите, кризис в жизни происходит, что должно быть у человека в жизни? Что должно быть? Если он верит в Бога, ничего не будет. События тяжелые происходят, все проходит мимо. Тяжело жить? Стресса нет. Стресс бывает только в одном случае. Когда есть проблема, которая находится в вашей голове, в вере, в сердце. Проблема есть только одна. Мы живем зря в этом мире, в этом проблема. Просто так прожигаем свою жизнь, в этом проблема. Только одна проблема есть, нет других проблем. Все остальное помогает нам, потому что жизнь – это экзамен. Нет других проблем, только одна проблема. И нам ее придется решать. Все. Вот для этого стресс нужен. Это обязательно событие в жизни. Шок. Означает, начался стресс. Как он выглядит? Это вторая стадия стресса. Самое, пожалуй, трудное испытание. Всегда, когда человек вспоминает о стрессе своем, он вспоминает именно этот шок. Это такой болезненный период. Пропадает сон. Первый признак – бессонница начинается. Первый признак – развитие стресса. Сон нарушается. Или пропадает аппетит. Вот два признака. Ну, может, на время у всех пропадает аппетит. На время сон пропадает у всех. Но когда ты нормальный человек, у тебя нет таких проблем. И вдруг раз – ты спать не можешь. Есть не можешь. Худеешь. И постоянно думаешь об этой проблеме. Постоянно. Это значит, что начинается стресс. Бывают стрессовые реакции. Не ешь, не пьешь. Думаешь о проблеме. Неделька прошла. Оп. У меня, Олег Геннадьевич, прошло 14 стадий стресса. Нет, это просто стрессовая реакция. Ничего страшного не произошло. Это нормальное явление. Чуть попереживал – закончилось все. Ничего страшного. Что такое стресс? Стресс – шок не заканчивается. Не заканчивается. Человек заставляет себя есть. Как это бывает? Вот, смотрите, записка. Олег Геннадьевич, я не хочу жить. Умер сын. Вот это уже стресс. Стресс означает, что человек в шоке находясь. Что такое шок? Не хочу жить. Не могу жить. Ушел близкий человек, не знаю, что делать, как жить. Шок. Теперь вы скажете, ну что, как бы кто-то скажет, ну ушел, другого найди. Чувакие проблемы. Сколько, может, мужиков-то вокруг. Ведь проблема-то не в том, что как бы много мужиков и нужен секс там с кем-то. Нет, не в этом проблема. Проблема в вере. От чего стресс-то развивается? От того, что вера, попрана вера. Допустим, человек копил деньги, у него была вера, что он купит квартиру. Бац, кризис в стране, ипотека, его банки, естественно, выигрывает в кризис, человек проигрывает. В результате человек видит, что он платит деньги, но по факту долг растет. Понимаете? То есть долг становится больше, чем он может заплатить. А он верил, что у него все будет хорошо из-за этой ипотеки. Что происходит? Он верил в свои возможности заплатить, в свою жизнь, в свою квартиру, в свои средства, в свои решения. Дальше что происходит? Разруха в жизни. Смотрите, как разруха действует. Человек думает, а зачем жить? Зачем жить? За квартиру заплатить не могу. Я все больше влазил в долги. Это значит, что у меня скоро отнимут квартиру. А может быть, посадят в тюрьму. А может быть, вообще непонятно, что со мной будет. И зачем мне тогда жить? Понимаете? Человек не понимает, что он живет не для квартиры, не для денег и не для ипотеки. Он живет для того, чтобы понять, что он вечный, что он душа. Есть чистые возвышенные отношения. Тогда вы скажете, как это меняет ситуацию с квартирой? Вы представляете? Меняет. Меняет. Если человек в сердце своем уже понял, что он душа, он уже поверил в Бога, у него уже чистота внутри есть, то в этом случае ситуация меняется однозначно. Однозначно. Как она меняется? Все становится лучше. Как лучше? Банк начинает относиться снисходительно. Говорит, ну ничего, ничего, нормально. Или раз, там, обрезал долг. Это все происходит. Это реально бывает. Я видел много случаев, когда... Или кто-то раз помог заплатить. Это помогает решаться. Вот судьба помогает решать, если она решена в сердце. На обиженных воду возит. Что значит воду возит на обиду? Это значит, что вот ты сам хочешь, чтобы на тебя возили. Ты обиделся на судьбу, она на тебе ездит. Если победил судьбу, уже не ездит. Понятно, да? Сколько длится шок? Но обычно не больше месяца. Больше месяца это очень опасно. Может срыв произойти. Вот смотрите, что такое стресс. Это надлом разума. Надлом разума. Вот эти все стадии, это стадии работы с разумом. Это происходит надлом разума. Есть разум, который может быть сломанным. Человек в это время не знает, как ему жить, что делать. Он страшен в таком состоянии беспомощности. У сильных людей ломается разум? Ломается. Когда у сильного сломался, он как ребенок становится. Ему нужна забота, как слабому человеку. У него сильный, крепкий разум. Когда он восстановится, он опять будет сильным, крепким. Но в тот момент, когда у него сломался разум, он слабый, как ребенок. Ему нужна забота. Все люди могут стать слабыми в любой момент. Кроме святых. Святые люди, которые уже утвердились в своем понимании себя как души и в отношениях с Богом, не бывают для таких людей ни стрессов, ни кризисов, ни стрессовых реакций. Для них бывает только чистый, светлый путь. И все. У них не бывает колыханий в их жизни. Они тверды, спокойны и чисты в своей судьбе. Но таких людей очень мало. Это уже означает, что человек все экзамены сдал. Он может жить на этой земле, может уже не жить. А если нас колыхает по жизни, значит, экзамены не сданы. У нас нет правильного понимания, на что опереться в своей жизни. Только на духовное, на чистое и на светлое можно опереться. Как правильно был задан вопрос. А если я опираюсь на суждение людей об этом человеке, то значит, я не на чистое и светлое опираюсь. Это значит, что я еще не понимаю, на что опираться. Понимаете? Потому что мне, например, неинтересно вообще, кто что скажет про моих друзей, про моих старших, даже про моих владших, плохого, в негативном ключе. Мне интересно. Я точно знаю, что это неправильный путь. Так просто даже говорить. Неправильный путь, не ведущий к победе в своей жизни. Все. Мне неинтересно это слышать и знать. Поэтому правильная направленность в жизни – это духовная направленность. Душа не имеет изъянов, она чиста. Мы должны к этому стремиться. Видеть душу друг к другу. Мы должны учиться это делать. И для этого нужны старшие, потому что не больше души. Не больше капель крапинок, больше души. Это важно. Вот эта направленность важна. Итак, больше месяца опасно. Почему? Потому что кроме надлома разума, бывает также надлом ума. Надлом или сойти с ума. Можно сойти с разума. Это стресс. Такого нет слова в русском языке. Но сойти с ума все знают. Сойти с ума означает в буквальном смысле слова, что психические функции уже не могут быть такими сильными, как раньше. Понимаете? Когда человек в стрессе находится, он выходит из него и опять такой же, как раньше. Но когда у человека ломается ум, его восстановить крайне сложно. Понимаете? Разум это подвижная структура. Она может ломаться, восстанавливаться. Ум это статичная структура. От нее зависят функции организма. Ломается ум, это страшная вещь. И когда ломается ум, это значит, что непорядок какой-то в жизни серьезный у человека был. То ли он не занимался своим здоровьем, то ли у него очень ослабленное здоровье, то ли он психически как бы неправильно себя вел в жизни, то ли он в какой-то негативной среде находится долгое время. Есть много причин, почему у человека может быть слабый ум. Просто по судьбе положено. Такое бывает. Нужна помощь со стороны серьезная. Когда у человека слабый ум, ему нужна помощь. Уже здесь нет разговора о стрессе. Эта болезнь ничего общего со стрессом не имеет. Когда человек психически неуправляемый, у него психическое заболевание развивается, он неадекватно воспринимает ситуацию. Неадекватность – признак того, что это уже не стресс. Стресс – это схождение с ума. И это означает, что нужна помощь извне. Стресс человек может преодолеть сам. И он должен преодолеть сам по факту. С помощью кого-то. Потому что он воспринимает этот мир нормально. Просто этот мир для него стал тяжелым. Ему тяжело в нем жить. Но он нормально его воспринимает. А вот когда мир поменялся, картинка мира поменялась, вот это уже неадекватность. Это уже означает в уме проблемы. Страшная ситуация. Ладно, следующая стадия – отрицание. Третья стадия стресса – отрицание. Что такое отрицание? Оно может протекать по-разному. Допустим, смотрите, вот, допустим, ушел муж. Как отрицание проявляется? Отрицание проявляется так. Я не верю, что у меня разрушилась семья. Но при этом это неверие абсолютно необоснованно. Вот смотрите, допустим, когда умер ребенок, есть у женщин такой феномен. Они начинают, вот уже все похоронили ребенка, женщина берет куклу и начинает ее нянчить, говорит, мой хороший, просыпайся, тебе пора вставать. Хотя хорошего уже давно нет. На этой земле имеется в виду. Понимаете? А она продолжает воспринимать, что он есть. Это называется отрицание. И она не хочет, она понимает, что это кукла, что это не ее ребенок, но она не хочет выходить из этого состояния. Она его нянчит, она его кормит, она его одевает, обувает. Но она не хочет выходить из этого состояния, потому что она не согласна с тем, что происходит. Это называется отрицание. Так, значит, смотрите. Отрицание длится несколько месяцев. Это достаточно длительный период. И он на самом деле означает, что человек продолжает сопротивляться стрессу. Он считает, что все пройдет, и поэтому он ждет. Он ждет возвращения близкого человека, он ждет, что ребенок жив и так далее. Он ждет. Человек ждет. Не верит, что стресс будет продолжаться. Нет веры в стресс, есть вера в победу. И на этой стадии, смотрите, кризис. Во время кризиса человек надеется только на свои силы, он сам действует. Во время шока интересно, как себя человек ведет. Он приходит, допустим, к духовному наставнику и говорит, скажите мне правду, что происходит, я хочу знать правду. Я хочу знать, почему я так страдаю. Человек вот так вот себя ведет. Что должен наставник ему говорить? Он должен говорить, он в шоке, видит, что человек в шоке. Не ест, не пьет, волосы дыбом, жить не хочет, как бы. Что надо говорить? Не надо ему говорить, не надо говорить, ты сама виновата, что он ушел. Не надо этого говорить во время шока. Человек как оголедный провод, у него как будто кожи нет. Для него все очень больно, страшно больно. И человек должен говорить ему, все будет хорошо у тебя. Все вернется, муж ушел, вернется. Допустим, знает наставник, что никогда не вернется. У него сердце четко, у старших есть, как будет. Бог дает такое знание. Вернется обязательно, надо говорить. Во время шока нельзя ни в коем случае человека пугать плохой информацией. Все будет хорошо, все вернется очень скоро, потерпи. Все будет нормально, уже вот буквально через несколько дней вернется. Буквально на днях. Вот так надо себя вести, чтобы человек хоть немножко успокоился. Главная задача во время шока, чтобы ум сохранился, чтобы человек с ума не сошел. Понятно, да? То есть нужно успокаивать, давать надежду. Дальше отрицание, период отрицания. Человек сам уже себе дает надежду. Говорит, у меня все будет хорошо. Но если это настоящий стресс, то ничего хорошего не будет. Потому что стресс означает, что ты теряешь что-то в жизни. Приобрести не можешь, теряешь. Это если ушел, то ушел совсем. Вернулся – это не стресс. Вернулся – можно все исправить, все нормально. А вот ушел насовсем – это уже стресс. Итак, отрицание заканчивается гневом. Естественно. Если я не получаю своего, а хочу получить, то что получается? Гнев. Теперь. Гнев на кого? Нет, не на себя, чаще всего. Когда человек находится в гневе во время стресса, то это всегда не на себя. Объясняю, почему. Потому что, чтобы разгневаться на себя, надо перейти на другой уровень жизни. Понимаете? Мы обычно не виним себя в чем-то. Вот понимаете, люди обычно как живут? Они не считают себя плохими вообще, в принципе. Они не считают, что они хоть немножко плохие. Только святые люди знают, что они виноваты в своих проблемах. Обычные люди не считают себя плохими. И вы, допустим, меня спросите, а что, Олег Геннадьевич, вы считаете нас плохими? Мои хорошие, хочу вам сказать по секрету. Мы сотканы из одних лишь только грехов. Все без исключения. Мы в эгоизме родились здесь, понимаете? То есть эгоизм это основа. Есть душа, это главное, а за ней стоит эгоизм. И этот эгоизм, он душит нас незаметно. Потому что это разум в невежестве. Эгоизм это что такое? Это чувство, что я хороший. Когда человек с цветом становится, он не считает себя сильно уж хорошим. Вот в чем проблема. Но при этом он не убивает себя. У него нет мазохизма, понимаете? Он знает, что у него есть грехи, но это не разрушает его жизнь. Но вот здесь, смотрите, интересный момент. Когда человек входит в гнев, он обвиняет или того, кто ушел, или ситуацию. Обязательно кого-то надо обвинить. Когда человек находится в стадии вот этого развития стресса, гнев. Олег Геннадьевич, не сочтите за, как бы, ну, я хочу вам сказать какие-то серьезные слова. Помните записку, да? Это гнев. Идет обвинение. Кто-то обвиняет кого-то, кто-то обвиняет ситуацию, кто-то обвиняет того, кто. Допустим, почему ты меня оставил? Почему ты меня оставил? То есть человек ушел из жизни, допустим. Есть люди, которые кричат, ругаются на стадии гнева. Говорят, почему ты меня оставил? Я теперь одна с детьми. Ругаются на него. Это стадия стресса определенная. Не надо это серьезно воспринимать. Это просто так действует стресс. Гнев длится недолго. Гнев не может долго длиться, по определению, потому что это, ну, энергия огня, которая должна выйти. То есть это обычно длится месяц максимум, как вот в стадии шока, так и гнев. Отрицание долго может длиться. Человек не верит, что плохо все произошло у него. Но гнев быстрый, он активный, он как бы мучает, но он быстрый. Проходит через какое-то время, месяц, полтора, два максимум. Дальше спор. Что значит спор? Гнев-то на кого-то был, да? Когда гнев происходит, мы ждем результата. Раз они виноваты, пускай отвечают. Но никто ни за что не отвечает. Никто не возвращается, ничего не меняется. То есть жизнь как была, так и шла. И ничего не изменилось. И у меня сразу, я же хочу знать, что происходит. Почему человек в стрессе-то находится? Потому что ему нужно знание. Он не понимает, что, собственно, происходит. Почему судьба меня обижает. Он не понимает, что нужно поменять веру еще в это время. Он не понимает, что вся наша жизнь только связана с нашей верой. Во что мы верим, такая наша. Смотрите, какой запах похож. Классный такой, приятный. Обязательно дома пользуйтесь какими-то в своей культуре. Вот, допустим, есть ладан в православии. У нас есть вот сандаловые палочки. Допустим. Надо какими-то обязательно ароматизаторами пользоваться. Потому что духи действуют через запах. Злые сущности действуют через запах. Запах хороший, хорошая ситуация в жизни. Запах плохой, может быть хуже. Понятно, да? Ладан раздражает, найдите тот ниже не раздражает. Есть запах розовой воды. Можно брызгать роз. Запах роз. Розы настояли, брызгайте розы. Много вариантов есть. А? Духи можно, да, духи обычные. Но это уже не благостный запах. Духи всегда подстраиваются или под женские половые гормоны, или под мужские. Но некоторые любят благостные духи. Роза, допустим, это благостное растение. Сандал благостное, шафран. Но это уже другая тема. Как бы немножко к нашей теме не относится. Итак, смотрите. Гнев заканчивается, ничего не произошло. Значит, начинается спор. Совесть у человека просыпается в сердце. И она говорит, ты дурак, сам во всем виноват. А он спорит. Начинается спор. Как происходит спор? Спор происходит следующим образом. Есть муж, с которым есть связь, который не реагирует на меня. Он отшиблен. Уже все. Он не чувствует этой связи. Вот в этом заключается тайна стресса. Если, допустим, кто-то бросил меня, смотрите, как ситуация происходит. Я чувствую, что он хочет вернуться. А он говорит, что он уже забыл. Кто прав? Прав тот, кто в стрессе и не находится. Потому что я вам сейчас объясню. Это немножко такая эзотерическая вещь. Может быть, этого объяснения вам не понравится. Но это правда. Правда заключается в том, что в любых отношениях есть тонкие сущности. Допустим, есть добрые духи, есть злые. Люди любят друг друга. Есть связующие силы. Понимаете? То есть для того, чтобы мысль передавалась, есть такие силы, которые передают. Вот, допустим, у меня есть ребенок, который пошел на улицу. Я чувствую ребенка или нет? Что с ним происходит? Чувствую. Как это происходит? С помощью доброго духа, который связывает нас. Теперь смотрите. У меня есть муж, который ушел от меня. Я его чувствую, что он мой, этот муж. А муж говорит, да я тебя забыл уже. У меня другая уже полгода. Смотрите, что происходит. Этот добрый дух, он питается энергией любви. И в данном случае он играет злую роль, потому что он теперь питается энергией любви в односторонней. Ты как бы любовь культивируешь, создаешь образ близкого человека в своей памяти. Этот образ стоит вне тебя, и он копирует полностью поведение близкого человека. А добрый дух, он бесформенное существо, но он принимает ту форму, которую мы сами создаем в своем уме. И он просто как бы поддержит этот образ. И понимаете, ты смотришь, как бы, вот так и тоже люди влюбляются. Безответная любовь, как происходит. Человек образ создал, он думает, этот человек меня любит. Смотрит, ответа нет. Думает, наверное, он делает вид, что не любит. А сам любит на самом деле. Безответная любовь. Потом подходит к этому человеку, допустим, если он деликатный, он такой слушает. Так, у нас между нами отношения, так, хорошо, ага. Так, ну я не чувствую никаких отношений. И, допустим, если женщина разумная, она говорит, что вообще прям вот никак не чувствуете, ну ни влечения ко мне никакого. Ну вообще ничего не чувствую. А почему я тогда так думаю, что вы чувствуете? Я не знаю. И она такая начинает сомневаться, может это мне показалось все. Понимаете? Есть люди, которые играют на этом. Они говорят, да, между нами отношения. Согласен. И начинает манипулировать человеком просто. Это страшно. Страшная вещь. Женщины иногда так себя ведут. Но это хорошо для женщин, хорошо. Да, сейчас объясню почему. Женщины не могут влюбиться сразу. За редким исключением. Почему? Потому что для женщины влюбленность означает доверие к человеку. Женщина не может доверять чужому человеку. Он чужой для нее. Но он какой? Он хороший, порядочный, ответственный и богатый. Ну, хорошо. Если вам богатый не нравится, тогда не богатый. Ну, вот все у него есть, это вот все есть. Он хороший, в общем, человек. Ну, нет сердца, ничего нету к нему. Почему? Потому что это женская природа. Она изучает человека. Женская природа не должна сразу привязываться. Она изучает. Это нормально. И в этом случае она ему говорит, и я тебя люблю. Это означает, ты мне нравишься. Ну, хороший человек, в общем. Когда полюбит, когда будут вместе жить, когда начинаются половые отношения, близкие женщины быстро, немедленно привязываются к человеку и начинают сильно зависеть от него уже внутренне. Тогда она уже начинает его любить, близких отношений. А мужчина остывает от этого, от близких отношений он остывает. Женщина привязывается. Так происходит все. Поэтому женщина до замужства ни за что не должна соглашаться на близкие отношения. Ни за что. Реляционная фраза в нашей культуре. Но она всегда дает победу женщине для создания семьи. Всегда это дает победу. Скажете, а если он не поймет меня и вообще уйдет от меня в результате? Смотрите, если рыбка сорвалась большая, значит ее неправильно тянули. Не потому она сорвалась, что как бы неправильно тянули. Сейчас объясню, как тянуть рыбку. Надо делать вид, что ты на все согласна. Ну то есть отпускать леску и давать рыбке плавать, куда она хочет. Хочет назад, хочет вперед. Но при этом леску подтягивать побольше, когда она приближается вперед. И когда она назад плывет, отпускать всего лишь немножко, чуть-чуть. А потом назад плывет, опять побольше подтягивать. И надо всегда иметь большой сачок с собой. Это большой сачок для того, чтобы поймать рыбку. Этот большой сачок, объясняю, как он называется. Это такой ненавязчивый намек на совместную жизнь. То есть я не предлагаю совместную жизнь. Но вообще я с мужчинами, с чужими не хочу в одной комнате находиться. Я только со своим могу. А свой означает штамп, паспорт. Но я ничего не предлагала. И сачком подцеплять надо, когда рыбка уже рядом. Ее не подцепишь, когда она еще далеко. Так, раз, и она уже в сачке. А дальше пускай что хочет делать. Нет проблем. Но сначала она должна быть в сачке. Теперь почему срывается? Потому что слишком сильно тянем. Первый вариант. Второй вариант. Слишком много позволяем. Сразу в постель прыгнула, неинтересно мужчине уже становится. Он теряет интерес. Слишком сильно тянем означает быстрее замуж. Давай быстрее. Не может быстрее. Он большая рыбка. Большая рыбка не может быстрее. Она плавает много везде. И как бы... Понимаете? Чего-то я отвлекся. Конкретно ушел в сторону. Простите меня. Чего меня привело, я не знаю. А, ну ладно. Вина. Да, спор. А, духи, духи, духи. Точно. Все, спор. Мысль пошла в это направление. Итак, смотрите, что происходит. То есть есть добрый дух, да? Который мучает меня. И я ему говорю. Ты виноват во всем. То есть это он заменяет человека. Понимаете? Вот в этом заключается иллюзия стресса. Реально человек думает, что он общается с этим человеком. Это иллюзия. Запомните, это вам поможет потом. Если это есть. Вот сейчас у кого такая ситуация? Это иллюзия. Запомните это. Человек сам не говорит, что он реагирует. Значит, это просто отношение с духом. И все. Пытайтесь молиться, чтобы избавиться от этого.